МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на ТНТ. В студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Массовая драка в Соликамске. Накануне в одном из ночных клубов города произошла ссора между посетителями, которая закончилась настоящим побоищем. Репортаж Любови Бухариновой. Это кровь и цветы на земле. Печальный итог веселой вечеринки. Проходила она в клубе «Алькатрас». Находится он в селе Городище, в пригороде Соликамска. Это заведение давно не дает покоя жителям Тихого спального района. На тусовки в него ходят только подростки, да и те не местные. Громкая музыка мешает людям спать. Вечеринки проходят только по ночам, в выходные дни и даже перед самым началом рабочей недели. Как, например, и было сегодняшней ночью. Местный житель Антон, возвращаясь с работы, стал случайным свидетелем драмы. В пол пятого было время не утра. Я ехал. Здесь весь «Алькатрас» на дороге стоялся. Дорога перекрыта. Я не знаю, я так проехал тихонечко. Я слышал, что какое-то убийство было. И дома мне говорили, что слышали хлопки выстрела. А так больше ничего. И только по слухам говорят, что каких-то нерусских там. По предварительным данным расследования соликамских полицейских, в период с двух до трех часов ночи в клубе «Алькатрас» четверо молодых людей, разгоряченные алкоголем, стали приставать к компании молодых людей и выяснять отношения. Зачинщики драки покинули место и снова пришли в клуб уже с оружием, обрезом и охотничьим ружьем. Затем прогремели выстрелы. В результате один человек был убит на месте, троих увезли в больницу. Вот сюда, во вторую городскую соликамскую больницу, были доставлены трое пострадавших в драке в ночном клубе. У двоих из них диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, у одного – огнестрельное ранение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен мотив произошедшего. Это личные неприязненные отношения, возникшие в ходе драки. Ну и одна из причин – это состояние алкогольного опьянения всех участников. Один из зачинщиков драки уже арестован и находится в соликамском изоляторе временного содержания. Остальные скрылись с места происшествия и объявлены в розыск. Это Белоусов Геннадий Геннадьевич. На вид 23 года, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русы, глаза светлые и Коваленко Денис Игоревич. На вид 25 лет, рост 175 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие, глаза темные. С ними могут находиться еще двое молодых людей. В рейтинг Артем Николаевич и Лушин Сергей Валерьевич. Оба 1990 года рождения. Уроженцы Соликамского и Черденского района. При встрече с ними полицейские просят соблюдать меры безопасности. Эти люди вооружены и опасны. Если у граждан появится информация, у нас работает телефон доверия, на который можно сообщить анонимную информацию 512-32. И, пожалуйста, по телефону 02, это дежурная часть, либо 447-02. Подробно об этом происшествии мы расскажем во вторник в программе «Территория безопасности». Любовь Бухаринова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. К другим темам. ГИБДД подводит итоги за пять месяцев текущего года. За это время в Прикамье случилось 1159 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 1457 человек. 183 погибли. По данным ГИБДД, чаще всего аварии происходят в четверг и пятницу, когда люди спешат выехать из города или же в час в пик, в 5-6 часов вечера, когда большинство водителей возвращаются с работы домой. По итогам этих месяцев текущего года на дорогах нашего города зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 100 человек, а в которых было 6 человек. Так скажем, наблюдается небольшое снижение, совсем небольшое, по количеству дорожных транспортных и пострадавших. Также по значительным и по погибшим у нас снижение меньше, в таких дорожных транспортных не меньше. Но тут же растет у нас тяжесть последствий, то есть более серьезные травмы люди получают. Инспекторы ГИБДД решили в очередной раз напомнить водителям, как правильно вести себя на дороге. Стражи порядка провели рейд «Опасный водитель». Подробности в нашем следующем репортаже. Не пропускают пешеходов, поворачивают там, где это делать нельзя и выезжают на встречную полосу. За березняковскими водителями глаз да глаз нужен, того и гляди, что-нибудь снова нарушат. Инспекторы ГИБДД в очередной раз выходят на рейд. На этот раз темой становится выезд на встречную полосу при обгонах и других маневрах, а также общая профилактика в нарушении ПДД. Первым водителем-нарушителем становится молодой человек на Океа. Езда на машине без водительского удостоверения – одно из самых серьезных нарушений. Только за прошедшую неделю инспекторы ДПС задержали 15 человек, ездящих без документов. За подобное нарушение грозит от 3 до 15 суток в изоляторе. Вот и водителя Океа отправляют за решетку, а его машину – на штрафстоянку. А этот водитель при выезде со второстепенной дороги не пропустил машину на кольцевом движении, хотя по правилам должен был сделать это. За это нарушитель заплатит штраф от 100 до 300 рублей. Удобные мероприятия у нас в городе проводятся постоянно, направленные на дисциплину, повышение дисциплины участников дорожного движения, особенно водителей, на культуру поведения, на выявление грубых нарушений. Рейд «Опасный водитель» проходил в течение всего уикенда. В результате было задержано несколько водителей в состоянии алкогольного опьянения и нарушителей скоростного режима. 13 автовладельцев без водительских удостоверений доставили в изолятор временного содержания. Любовь Бухаринова, Антон Бадагазин, Новости на ТНТ. Остается только шутить. Жители дома номер 26 по улице Мира уже почти месяц обходятся без горячей воды. В отсутствие этого коммунального блага люди развлекают себя шуточными объявлениями от имени управляющей компании. Репортаж Виктора Вишневского. С 23 мая и по сегодняшний день в доме по адресу Мира 26 нет горячей воды. Часть жителей возмущена работой управляющей компании, другие от безысходности решили подшутить. На одном из подъездов появилось объявление, в котором указано, что горячая вода отсутствует в связи с тем, что ее мало. Кто-то из жильцов всерьез воспринял этот текст. За комментарием мы обратились в управляющую компанию дома. Несмотря на то, что бланк был настоящим, сотрудники ЖЭО-2 впервые слышат об этом объявлении. В общем, объявление, которое висит по адресу Мира 26, с шутливым текстом, что не будет воды горячей, из-за того, что ее мало, естественно, до управления, жильцов-испансионный участок, не писал. Это чья-то злая шутка. Как нам сказали в ЖЭО-2, горячей воды в доме нет из-за опрессовки. Работы должны закончить до указанного в настоящем объявлении числа, 9 июля. Впрочем, помимо отсутствия горячей воды, жители домов номер 26 и 28 пожаловались на прохудившуюся кровлю крыши, ржавые протекающие трубы в подвале и разбитые стекла в оконных храмах подъездов. Так что почвы для шуточных объявлений тут много. Кроме того, жильцы нам рассказали, что рабочие от управляющей компании не раз были замечены за работой в состоянии алкогольного опьянения. Данную информацию в ЖЭО-2 отрицают, но почему-то в одном из кабинетов стоит мусорная корзина, заполненная пустыми бутылками из подводки. Виктор Вишневский, Степан Некрасов, Новости на ТНТ. В минувшие выходные в Березники прибыли участники велопробега навечно в строю. Он проводится уже седьмой год и посвящен памяти омоновцев, погибших в Чечне в 2000 году. На подъезде к Березникам участников велопробега встретил Михаил Яконин. 29 марта 2000 года запомнилось не только Пермскому краю, но и всей России. В этот день в Чечне в районе села Жанни Ведено погибли в бою, а также захвачены в плен и казнены 36 пермских милиционеров. В их числе и березниковцы. У одного из омоновцев, Сергея Удачина, в тот день при себе была видеокамера, на которую он снимал движение колонны до начала боя. В результате завязавшейся перестрелки он был убит, но видеокамера продолжала работать. Камера лежала в траве и продолжала записывать еще 15 минут. Самого боя не видно. Но, судя по автоматным очередям, перестрелка была яростной. Из бойцов пермского ОМОНа в живых остались только двое. Участники велопробега навечно в строю приближаются к березнякам. Пермские спортсмены в память о павших омоновцах уже в седьмой раз приезжают в наш город. В шестером они проезжают почти 400 километров на шоссейных велосипедах. Пермиды березняков где-то часов 7, наверное, так, с остановками. Здесь ребята все тренированные, все мы спортсмены. Средняя скорость 30 и выше. Велопробег проходит под девизом «Так надо родине!» Помнить, уважать, гордиться. И даже ни погода не в силах помешать участникам. И каждый раз, когда мы приезжаем сюда, погода плохая. То есть пасмурно, дождик. И это неспроста. То есть небеса, это не радостное событие какое-то, что вот мы едем. Небеса плачут, потому что погиб не один человек, погибло много ребят, молодых. Почтив бойцов, минутой молчания и возложив цветы, велосипедисты отправляются домой. На будущий год они вернутся вновь. Михаил Якунин, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. В Березняках прошел главный балл года. Выпускники праздновали окончание учебы. Правда, не обошлось без происшествий, но в целом все прошло, как говорится, чинно и благородно. На дам вечерних платьях и кавалеров во фраках полюбовалась Татьяна Александрова. Вот они, самые лучшие выпускники 2012 года. Выпускной балл это время пышных, красивых платьев, изящных причесок и солидных костюмов. Правда, не все подготовились к этому мероприятию должным образом. В соответствующем трест-коде пришли немногие, но главное тут сама атмосфера. Сегодня все счастливы, наконец-то школа закончилась, скоро поступление. Уже не в стенах родной школы или лицея. Самые волнительные моменты позади, экзамены сданы. Выпускники подготовили специальные презентации, в которых рассказали о своих самых родных учебных заведениях. Вот, например, видеоролик про первую школу. В этот вечер ни один из педагогов не остался без внимания. Выпускники каждой школы выражали слова благодарности и признательности. Но после праздничной части виновники торжества отправились на дискотеку. Вот танцуют девочки Кольца, серьги, фенечки Вот танцуют мальчики Девочки влюбляются Только бы родители Это не увидели Не забрали нас домой В этот вечер выпускной Вот танцуют девочки Кольца, серьги, фенечки Вот танцуют мальчики Девочки влюбляются Только бы родители Это не увидели Не забрали нас домой В этот вечер выпускной Одиннадцатиклассники зажили танцпол Правда, не обошлось без происшествий. Один из выпускников школы номер 8 упал и травмировал себе голову. По нашей информации, из-за алкогольного опьянения. Парня доставили в больницу. Впрочем, это была единственная ложка дегтя. В дальнем стены дворца Металлург в тот вечер были наполнены морем позитива. Впечатления остались только самые лучшие. Я хочу, чтобы все выпускники добились своих целей. Вообще все замечательно. Все понравилось. Было весело. Татьяна Александрова, Антон Бадагазин, Алексей Бисеров. Новости на ТНТ. Мы продолжаем нашу акцию, посвященную юбилею Березняков «Узнай, любимый город». В течение двух недель в эфире программы «Новости на ТНТ» мы будем показывать фрагменты достопримечательностей Березняков. Ваша задача – определить по фрагменту, что это за памятник, здание или место. Правильный ответ на предыдущее задание. По этому фрагменту вам надо было определить, часть чего изображена на экране. Это камень желаний – один из арт-объектов Березняков. Он был установлен в 2008 году. Однако за столь небольшой период памятник стал по-настоящему любим горожанами. Почти все березняковские пары-молодожены после регистрации приезжают к камню и загадывают свои желания, считая это хорошей приметой. А теперь новое задание. Определите, что это. Свои варианты сообщайте по телефону 20 16 20. За каждый правильный ответ вы получаете один балл. 29 июня мы подведем итоги. Телезрители, набравшие наибольшее количество баллов, получат подарки. Главный приз – телевизор. Следите за ходом акции на сайте bb59.ru. Узнай любимый город на телеканале ТНТ «Березняки». ТНТ «Березняки» к юбилею города объявляет акцию «Узнай любимый город». С 13 по 29 июня смотри новости на ТНТ и угадывай известные места города. Звони 20 16 20. Накапливай баллы и получай призы. Главный приз – телевизор. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, если вы сняли на видео интересное событие или происшествие, если вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и очередной выпуск реалити-шоу «За гранью возрождения». А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго. Счастливо. Прогноз погоды представляет «Климат-маркет. Технологии климата». Все для системы отопления и кондиционирования. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Здравствуйте. 19 июня в Березниках ожидается переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров скутного столба. Полина Вагина. Катя Санжевовская. Специально для программы «Новости на ТНТ». Маме, папе привет! Ребята, дави конкурентов! Раздаем кондеры даром! Один купил, второй в подарок! В технологии климата. Шагом марш! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова